С ветерком Бобрусская лыжня 2024 собрала свыше 500 участников. Трасса была отличная, получили заряд бодрости, энергии и позитива. У кого первое место? Деньги на ветер. Горожанка регулярно обкрадывала своего бывшего отчима. Девушка делала ставки в казино. Сколько успела спустить игроманка? Урок безопасности. Специалисты госэнергонадзора продолжают системную работу по профилактике детского электротравматизма. Ребятам интересна эта тема. С чем шутки плохи? А также официальный визит, электронный больничный и весомая прибавка. В Беларуси с февраля вырастут пособия по уходу за ребенком. Насколько? Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Дмитрий Вчаренко. Президент посетил заседание Высшего госсовета союзного государства. Накануне Александр Лукашенко и Владимир Путин провели переговоры. На встрече обсуждались вопросы экономики и военно-промышленных комплексов. Также главы стран затронули меры по исследованию Антарктики. В общей сложности лидеры общались более восьми часов. На заседании Высшего госсовета президент Беларуси обозначил главные задачи и направления в развитии сотрудничества в союзном государстве. Как сейчас, так и на перспективу. Наше заседание, как здесь президент сказал, проходит в преддверии важных внутриполитических событий. Впервые в истории Беларуси 25 февраля этого года состоится единый день голосования. По примеру России мы также установили конституционно единый день голосования. И в этот день будут избраны депутаты парламента, местных, совета у нас областные, районные и сельские. Сохранены советы, как это было в советские времена. И 17 марта в России пройдут президентские выборы. Период такой непростой. Ну, как вы видите, он проходит спокойно. И я уверен, мы спокойно подойдем к этим датам и также спокойно проведем эти мероприятия. На повестке дня одобрение нового документа на 2024-2026. Он предполагает продолжение укрепления единого экономического пространства. Кроме того, Александр Лукашенко не забыл упомянуть и исторический максимум торговли товарами и услугами за 2023 примерно 54 миллиарда долларов. Не обошлись стороной и такие важные темы, как создание союзного медиахолдинга, утверждение стратегии научно-технологического развития до 2035. Ваша ставка. В Бобруйске девушка регулярно обворовывала бывшего отчима. 64-летний житель обратился к правоохранителям за помощью. С пенсионной карты пропала внушительная сумма – около 5000 рублей. Сотрудники выяснили, к хищению причастна бывшая пачельца потерпевшего. Девушка имела доступ к реквизитам и систематически обворовывала мужчину. На чужие деньги девушка делала ставки в казино и оплачивала доступ к онлайн-играм. Возбуждено уголовное дело. Масштабная подготовка, приятный бонус и цифровая справка. В ближайшие два года в стране может появиться электронный больничный. Как это будет работать? Громкие заголовки дня. Далее в специальном обзоре. Беларусь продолжает подготовку к единому дню голосования. Подходит к концу регистрация кандидатов. После стартует агитационный период. Нынешняя избирательная кампания – самая крупная в истории страны. Беларусы впервые одновременно будут выбирать депутатов всех уровней. Судьбу страны граждане решат 25 февраля. Почти в два раза Беларусь увеличила продажи своей продукции в Россию с 2018. В прошлом году цифра экспорта – 23 миллиарда долларов. На 2024 уже имеется успешный портфель заказов по ряду предприятий промышленного комплекса. Особой популярностью пользуются телевизоры фирмы «Горизонт». Задача в год качества – произвести гаджеты в пределах 4 миллионов штук. С февраля в Беларуси вырастут пособия по уходу за ребенком. В среднем плюс к общей сумме – 80 рублей. На первого родители будут получать 724, на второго и последующих – 828. На детей с инвалидностью – почти 932. Размер выплат зависит от среднемесячной зарплаты по стране за квартал и пересчитывается два раза в год. В ближайшие два года в республике может появиться электронный больничный. Цифровая справка в перспективе облегчит жизнь работодателям ИФСЗН при назначении и выплате пособий временной нетрудоспособности. По новым правилам, сведения о периоде болезни наниматель будет получать сразу от Фонда соцзащиты в онлайн-формате. С 26 апреля «Белавиа» начнет выполнять перелеты из Минска в Махачкалу. Раз в неделю по пятницам. Вылет из белорусской столицы запланирован в 13.10, прибытие на берег Каспийского моря в 16.40. Стоимость билета составит от 188 евро. Полеты будут осуществляться на самолете Embraer 195 с комфортабельным салоном эконом- и бизнес-класса. Покатались так покатались. Бобрусская лыжня 2024 вновь собрала любителей активного отдыха. На лыжи встали все – от руководства города до школьников. Соревновались команды на двух дистанциях – 1200 и 800 метров. Подобраны оптимально для каждой возрастной группы и уровня подготовленности участников. На старте 526 человек, а это 85 команд. Третье – призовое у команды Грисполкома. Второе место у гуро-отдела по чрезвычайным ситуациям. Почетное первое у сотрудников УВД. Трасса была отличная, получили заряд бодрости, энергии и позитива. Чувство праздника, оно вот именно возникает, когда вот столько народу собираются, все объединены тем, что вот стремятся доказать что-то прежде всего себе. Что в этот выходной день можно не только лежать подольше на диване, но и пораньше выйти и прокатиться по такой чудесной лыжне. Среди подростковых клубов весь педестал почета у Центра дополнительного образования детей и молодежи «Росквит». Победителями стали клуб «Крыница», «Спутник» и «Северное сияние». Учреждения образования места разделили. Третье место у 27-й школы, вторыми стали учащиеся 31-й, а первыми – юные спортсмены из 35-й. Электричество – благо, а вместе с тем и серьезная опасность. В обрусских школах на регулярной основе проходят уроки безопасности. Что делать, если увидел оголенный провод и какие лужи стоит обходить? Виталий Гаврусев о том, как защитить самое дорогое. Современные дети сталкиваются с электроникой и электричеством практически с самого рождения. Это и доступ в мир любимых развлечений, и часть учебного процесса, и помощь в домашних делах. Такова современная жизнь. О том, что электричество не игрушка, они знают. А вот в тонкостях электробезопасности разобраться помогают специалисты. По статистике, детский травматизм на электрообъектах – явление нередкое. Порой малыши просто не понимают, что любое работающее электрооборудование несет в себе реальную опасность. В этом его и опасность. То, что он не видит, не слышит и не имеет запах. Опасность поджидает повсюду. Не стоит испытывать судьбу, говорят специалисты. И в очередной раз рассказывают ребятам о том, что такое электрический ток и к каким последствиям приводит небрежное обращение с ним. В этом и состоит суть профилактики. В том, что ежегодно напоминать им о правилах электробезопасности. У них свое восприятие сложной информации. Часто для игры ребята выбирают неподходящие места, в том числе вблизи опор и линий электропередачи, трансформаторных подстанций. В городе на Березине, к счастью, происшествий нет на протяжении нескольких лет. Это во многом заслуга специалистов Госэнергогазнадзора и Бобруйских энергетиков. С начала учебного года они провели сотни полезных уроков и семинаров. Занятия приносят свои плоды. Электрический ток, он безопасен и даже полезен, если правильно обращаться с ним, соблюдать все меры безопасности. Но он может причинить вред, если не соблюдать меры безопасности, если трогать оголенные провода или лить воду на розетке. То тогда может вспыхнуть искра и получится пожар. Я с папой часто хожу на рыбалку и знаю, что под линией, где провода, рыбу ловить нельзя. На ночь нельзя ставить телефон на зарядку, потому что когда ночью он может перестоять на зарядке и может он просто взорваться. Также электрическими приборами нельзя пользоваться в ванной комнате. Привлечь внимание малышей к проблеме электротравматизма помогают красочные плакаты с акцентом на безопасность. Школьники внимательно слушают, задают вопросы и делают заметки. Ребятам интересна эта тема. И сегодняшняя встреча яркая тому подтверждение. Все прошло живо, весело, а главное познавательно для ребят. Спасибо сотрудникам за внимательное отношение к детям. В завершении встречи специалисты и госэнергогазнадзоры обещают вернуться к ребятам с энергоуроком снова и дарят полезные подарки. Кто вы молодец? Ты у нас молодец. Ты молодец. Вообще все молодцы. Виталий Гаврусев, Дмитрий Шевцов, Бобруйск-360. Что у вас за проезд? В Бобруйске продлят движение тестового автобуса. Речь о маршруте номер 5 Дзержинского-Наумова. 6 февраля транспорт будет ходить до остановки улица Севлеевская. Изменения коснутся и расписания. Тем временем 70-е отменяется. Подробности на официальном сайте перевозчика. Сразу после нас зимняя премьера от телеканала Бобруйск-360. Как будем жить дальше узнаем ровно в 20.45. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова